Всем привет! С вами я, Алиса. Надеюсь, вы уже отошли от этой школьной суматохи 1 сентября и вообще этих таких горячих школьных дней, в переносном смысле. И сегодня я готова порадовать вас новым видео. И сегодня мы с вами распакуем посылку. Вам может показаться, возможно, что там недостаточное количество кукол. На самом деле там лежат открытые монстрашки и виражки. И судя по коробочке, вы можете понять, что там их очень уж много. Так что оставайтесь со мной, не переключайтесь, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, а также ставьте лайк под этим видео. В посылке лежат открытые куклы Monster High и Ever After High. Там нет кукол в коробках, поэтому тут их должно быть достаточное количество. И настолько тяжелая коробка, что мне ее тяжело, если честно, поднять. Что ж, давайте с вами будем распаковывать. У меня уже в руках резак. Я подготовила специально стол и покрыла его так красной скатертью, чтобы кукол красиво расположить на нем, а не класть их на пол. Потому что для меня все куклы цены, и я не могу просто так их бросить там на пол, и мне это жалко, это дико. Что ж, начинаем резать посылку. Она очень тяжелая, и я просто не могу ее поднять на самом деле. Что ж, ее даже тяжело передвинуть, потому что содержит она в себе кучу монстрашек и куколок. Что ж, мне очень уже интересно узнать. И я вижу пока что баблы, которые мы сейчас с вами успешно уберем. Эх, какое тяжелое. Да, уж, чтобы донести эту посылку и вообще ее раскрыть, пришлось потрудиться. Но, к счастью, теперь мы видим с вами баблы и вот такую вот бумагу. Ну и, наконец, я уже вижу кукол. Так, давайте с вами уберем лишнее. И первое, это не кукла, далеко нет. Это плюшевая игрушка. Кстати, все куклы не упакованы в отдельные баблы, как вот они приходят обычно из Америки. Что ж, первая игрушка. Это вот такой вот монстрик из Nightmare Before the Christmas. Вроде бы так, если честно, я не помню, как называется этот мульт, но, по-моему, Ночь перед Рождеством. Он очень забавный и как у него ручки и ножки просто вот странно движутся. Еще у него такая бабочка. Пока положу его на центр, пусть он такой, будет центровой фигурой. Ну и, наконец, это вообще жесть, сколько там на самом деле кукол. Все, ладно, не будем с вами больше болтать, начинаем смотреть. И первая кукла, это Клод Вульф. Пожалуй, мы с него начнем. Он вышел с Дракулаурой из полуторной базовой серии. У него немножко стерся флог по бокам, то есть вот эти вот бакенбарды. А так состояние у него хорошее. Далее следует моя любимица из Monster High. И это Vapering Ergon из серии Страх Камера Мотор, то есть Fright's Camera Action. Я ее очень люблю за чешую на ее теле, а также розовый цвет, поскольку розовый мне достаточно нравится этот цвет. И напишите в комментарии, какой цвет любите вы. Кстати, как вы можете заметить, у меня, наконец-то, старая обстановка. Если вам это нравится, то ставьте лайк и пишите в комментарии. А дальше милашка из коллекции Крипотери. Это Хаулин Вульф. Она, как я знаю, многим тоже нравится. И я не исключение, поскольку Хулинша, она вообще очень милая и добрый такой персонаж. И вот в этой коллекции, хоть у нее и простенький аутфит, зато волосы нравятся, я уверена, многим девчонкам и мальчишкам. Положим ее рядом с братишкой Клодом. И следующая кукла, тоже Monster High из коллекции Fright's Camera Action. Это Хони или же Хани Свомп из данной коллекции. Вот она, наконец-то у нас появился оператор с вами. У нее немножко косят глаза. Ну, что поделать. Зато посмотрите, какая шевелюра. И это, ну, конечно же, всегда огромнейший плюс. И я уверена, я бы даже хотела иметь такую прическу. Не волосы, а мочалка. А дальше уже пошли манстряшки из базовой коллекции. И вот в таком вот виде тут лежала Торли Страйп. Слава богу, шарниры ее не поломались. На ее лице видны какие-то два пятнышка от лака. Почему? Как такое произошло? Надо будет стирать. И также у нее волосы не так сильно злачены, как они были вообще в первом виде в коробке. Зато это желанная хотелка базовая Тора. Раз уже речь пошла о базовых куклах, то, я думаю, не надо пропускать еще девчонок из данной коллекции. И это Эбби Боминейбл. Ух ты, она шикарная. Сколько раз беру ее в руки и постоянно восхищаюсь вот этими меховушками. Но вот чего меня сейчас очень удивило в этой кукле, это разболтанные шарниры. В принципе, это свойственно первым базовым куклам. Так что, ничего нового. А мейк у нее просто шикарный. Настоящий такой русский образ. Хотя на самом деле все мы знаем, что это не так. Еще одна базовая кукла. Да, это Венера Максайтрап. Вау. Ее волосы очень приятные на ощупь. И хочется просто сидеть и вот так вот гладить, как будто бы это антистресс. То есть некоторые там лопают баблы. А мне достаточно потрогать волосы Венеры. Я, да, странный человек. Так, здравствуйте. В одной посылке ко мне приходила Венера. И у нее отдельно вот сумочка лежала в пакетике. Меня это так удивило. Ну и, конечно, приятно обрадовало. Потому что видно, что производитель не упускает таких маленьких деталек. А что меня удивляет, это вот такой вот хвост, который завалялся в посылке. От кого? Интересно? Что? Что вообще? Ладно, положим его пока в центр. Пусть он будет ждать своего часа, своей хозяйки. Еще одна кукла. Кстати, это моя любимица. Не только из базовых кукол Монстр Хай, но и вообще из всех кукол Монстр Хай. Это Ребекка Стим базовая. У нее я всегда просто в восторге от этих шарниров в ногах. Поскольку они вот так вот могут двигаться в разные стороны. И разве это не прикольно, что Ребекка принимает такие различные позы. Ну а так у нее очень милое такое личико. И оно заставляет меня улыбаться. А напишите в комментарии, какая самая любимая ваша куколка. Мне будет очень интересно почитать. А также за что вы ее любите. Они солдатиками лежат, но я уверена, в общей сумме будет смотреться очень эффектно. Надеюсь. Но это не то, что. Хо-хо-хо. Так, давайте с вами уберем лишнее. Лишнее, окей. И... Что я вижу? Ребят, вы не поверите. А я не поверю. И так, следующая кукла меня удивляет. Мы ее с вами только что, ну как, только что, наверное, минуту назад достали. И это Хони Свамп. Она также из коллекции Фреддс Кэмерээкшн. И в отличие от вот этой вот Хони Свамп, у нее намного меньше шевелюра. И это, кстати, заметно при сравнении. А еще некоторые локоны заметно светлее, чем у другого выпуска. Возможно, они выгорели или просто так прошиты. Но это непонятно. Одному богу известно. У вас наверняка возникнет вопрос. Ммм, Алиса, зачем тебе две куклы? И так, ответ на этот вопрос вы узнаете в конце видео. И это не один такой сюрприз, потому что там еще лежит Клод Вульф из тоже коллекции полуторной базовой серии. Он немножко пляшивый. Но это добавляет ему, наоборот, такого креативного образа волка. Да, почему бы и нет. И он лежит в более таком, кажется, упрощенном виде, потому что у него нет платка на шее, а также нет шляпы. Ну, а еще серьги в левом ушке. А без этой персоны школы монстров просто бы не было. По крайней мере, до ребута это было бы так. Это директриса Бладгуд. Пока что без коня-кошмарика. Но, мне кажется, я его там уже нащупала. У нее очень смешная прическа, потому что она растрепалась. Но все мы знаем, что всегда такие мелочи, они поправимы. То есть, не надо быть даже каким-то супер парикмахером, чтобы справиться с прической куклы. А далее скелита Калаверас. Девчонка, которой стараются подражать многие, скорее всего, девочки. Потому что ее тело это кости. Да, такая вот необычная кукла. Скорее всего, она многих пугает. Но я привыкла, и я надеюсь, вы тоже к этому уже привыкли. Потому что монстры надо принимать такими, какие они есть. Но я, как Монстр Хай-коллекционер, привыкла к этому. И для меня это, наоборот, очень интересная кукла. Одна из самых таких необычных. Так, что-то очень много в Монстр Хай. И давайте с вами посмотрим, какие же эпиряшки тут есть. Потому что первая кукла из Эвер Афтер Хай, которую я вижу, это Эппл Вайт. Настоящая красавица из коллекции Wait Wonderland. То есть, дорога или путь страну чудес. У нее шикарная корона на голове, бантик. Волосы такие приятные на ощупь. А также, ее платье, оно очень смешное. Особенно, если смотреть снизу. Но не смотрите снизу, зачем нам это? В общем, эту красавицу я расположу рядом со скелетом Калаверас. Вот так вот. И на ручках у нее даже прикреплены специальные вот эти пластмассы, которые держат сумку и другие аксессуары. То есть, вообще, ну не муханая кукла. Итак, мы смотрим бумажки. Отложим их в сторону. Перейдем, наконец, к куклам. Я вам не могу даже проспойлерить, что находится внутри. И показать элементарно, как они все там уложены. Поскольку я просто не могу чисто физически поднять эту посылку. Итак, и, наконец-то, Клодиан Фульф из коллекции 13 желаний. Сказочная красавица. Особенно у нее прекрасные волосы. И мне безумно нравится этот цвет. И сочетание такого светло-коричневого с фиолетовым. Выглядит очень хорошо. Давайте посмотрим еще одну эверяшку. И это Сидорвуд перевыпуск. Да-да-да, вы, наверное, сейчас подумаете, как же я отличила. Ну, во-первых, по волосам. Их немного поменьше, чем у первой волны Сидорвуд базовой. Также, где... Ой. Я случайно осталась с кистью Сидорвуд. Че за бред? В общем, да. Это тоже отличительная особенность перевыпусков. Наконец, я заметила по обуви, что она не прокрашена. Нет бантиков, насколько я помню. И других аксессуаров у Сидорвуд. Ну, а также отличается печать глаз. Эх. А далее монстряшка. Монстряшка. Это первый эксклюзив в линейке Монстр Хай, который появился у меня в коллекции. Я первый раз держу в руках куклу Кэти Нуар с распущенными волосами. Обалдеть. Знаете, она так намного круче на самом деле. Классно, классно. Только вот с ее прической надо что-то делать. Вот как-то у меня чертят, что ли. В общем, сейчас работать парикмахер. Парикмахер. Так. Все, боже мой, я влюбилась. Я просто влюбилась в эту куклу. Вот именно без хвоста. Она шикарно выглядит. Почему производитель не сделал такого? Боже, я хочу поговорить про нее вечно. Она мне очень нравится. Классно, что поделать. Вот не думала, что на самом деле будет так клево смотреться. И что Кэти Нуар пятница 13 на самом деле очень идут распущенные волосы. Но это мое мнение. Так, что-то я очень много говорила про Кэти Нуар. И зачем? Потому что следующая кукла это Аперетта. У нее очень хорошо золочные волосы. Так. Прошивка хорошо. Все отлично. Я только сейчас заметила, что некоторая часть на голове окрашена в красный, другая в черный. Чтобы так сливалось. Хипперуги. Но мне кажется, просто я слоубок. О, еще самую маленькую деталь заметила. Это скрипичный ключ на ее ботиночках. Это очень, конечно, хорошая детализация. А еще у нее есть кольцо на пальце. Следующая кукла, мы ее уже с вами видели. И вот опять хвост. И Торрелис Трейп базовая. Ой, желанка многих. И я уверена, что если вы будете верить в свою мечту, то она обязательно сбудется. И вот этот Торрелис будет ждать вас. И так что смотрите видео до конца. Следующая кукла в посылке это Купидон. Красавица. Из коллекции Трон Каминг. И вот у нее, ох, какая большая шевелюра волос. И я уверена, она вот тоже отлично смотрелась. С распущенными волосами. Особенно мне нравятся у нее вот эти красивые крылья. Они намного лучше выглядят, как по мне, чем базовые. Потому что тут она как настоящий Купидон. Ой, а еще ее платье осыпается на мои штаны. Теперь я тоже блистаю, как и Купидоша. Доша-доша. Я реально вся в блестках. О, вот и наконец-то. Я же говорила, что я нащупала коня. Каким местом только. В общем, это конь-кошмарик. Директриса Бладгоут. Вот он, наконец-то. Так, ну, куда бы поставить-то? В центр, наверное. Ладно, пока конь будет стоять по центру. Пока свободно местечко. Еще одна кукла базовая. Это Нефер Даниил. И из такого заметного в ней. Ну, все в ней отлично, конечно. Но вот рука у нее от Нефер Даниил Буйорк Буйорк. И причем, что самое интересное, две руки на самом деле левые. Да. Все-таки можно, я считаю, полюбить куклу такой, какая она есть. Потому что очень эксклюзивный выпуск. Нефер Даниил базовая. Это же когда она выпускалась? Сколько лет прошло? Некоторые люди состариться успели. Так, так, так. Я вижу два хвостика. Беленький и такой серенький. То есть вы уже можете докататься, если являетесь монстр хайлагером, что белый от Катрин Демяу, а серенький, скорее всего, от Пурсифона и Демяул Лоди. Так, это спойлер. Это да. Ой, я тут чего-то рву. Нет. Еще одна куколка. Это Гулия Елпс базовая. Она очень клевая. И я помню, однажды я ее увидела в Греции. Просто проезжала мимо какого-то магазина. Значит, это просто деревня какая-то. За 100 километров, 200, 300 километров от города какого-либо. Пустыня. И там стоял магазин с игрушками. И я решила туда зайти. Такая, ну что же там лежит? И там лежала Гулия Елпс базовая. Причем это было, наверное, года два назад. Понимаете, мой шок просто. Жаль, рядом не было камеры. И я бы могла снять ему просто плачем в глазах. Потому что... Жесть! Просто какая кукла, какая находка. Какая боль! Какая боль! Далее куколка Робе Костюм базовая. Так, мы ее уже с вами доставали. Это верно, это точно. И вот у нее... Волосы прям имеют такой запах. Мне очень напоминает эту гостиницу обычно. Ну что, технический монстр, что тут поделали? Такс, ну и наконец, да, мы с вами говорили об Катрине Мяу. Я ее имя и фамилию уже упоминала. Так что вот, собственно, и кукла. У нее такие волосы, прям как у нее сейчас. Очень похожие на самом деле. На предмет грязности. В общем, такая утонченная скорижанка теперь тоже отправляется в школу. Эх, обидно, печально. И что ей не нравилось, вскори же. Так, давайте с вами полистаем, что есть еще. Пам-пам! Итак, это Клео Даниил из полуторной базовой серии. Мне в ней безумно нравится, ну, во-первых, печать. Она всегда такая достаточно прикольная. И ей это очень идет. Мне, во-вторых, нравится ее помада, потому что это сочетание двух цветов. Такого темно-темно-коричневого и алого. И издалека это смотрится очень, на самом деле, нереально круто, класс. В общем, такая красотка. Еще клевые туфли. Такие, как песочные часы каблукита. Ну, и волосы в таких приятных черных оттенках и биржовых. И еще одна Катриша, которой, собственно, и прилагается вот этот вот белый хвост. Это Катрин Демиал из коллекции Скориш. То есть, Скериш, Сити оф Хайтс. Тут у нее сильно залаченные волосы. И я помню, одно время эта кукла продавалась во Франции в магазинах. А потом ее перестали продавать. И она закончилась, стала эксклюзивом. А еще в посылке лежит милашка Хоулин Бульф из коллекции 13 желаний. Вот с таким вот милым капюшончиком. С такой вот жилеточкой. В общем, красоточка. Я помню, она меня особо впечатлила, когда ее выпустили. Ну, а еще в наборше прилагается к ней питомец. Ее питомец Кушин. Поэтому, я уверена, все прям девочки любят эту кукольку. Скоро Хэллоуин. Да, вот уже и прошел год. Вот и снова 31 октября. Хотя, не знаю, я как-то особо не праздную Хэллоуин. Но почему-то это как-то не для меня. Не с кем, что ли. Ну, в общем, не знаю. И тут появилась Дракулаура. Да, она мрачновата, может это показаться. Но стиль Дракулы она все-таки сохранила. Пэх, так, так, так. Следы... А, фу. Тут еще лежали ее крылья. И... И-и-и. В общем, так они выглядят. Черные малинового цвета. Так, давайте их с вами положим пока сюда. Куколка из коллекции Скореш. Вау! Вау! Я трогаю ее волосы. Мне очень приятно, потому что они такие гладкие. Ой, мамочки, мамочки, мамочки. Кажется, я опять влюбилась. На этот раз в Клодин. Потому что на этот раз в волосы Клодин... Класс! Мне нравится, как она выглядит спереди. И как сзади. И как сбоку. И с этого боку. Хм... Так, подружек вместе положим. Дракуларуса Клодин Вольф. Также вот в такой вот бумаге был завернут мотоцикл Гулии Хелпс. И... Интересно, будет ли там лежать Гулия? Ну, скорее всего. Он движется, и все. В хорошем состоянии. Колесики вот так вот движутся. И ничего не сломалось. Далее идет куколка Торелли Страйб. И первое, что я заметила, во-первых, это не ее хвост. Потому что у нее должен быть такой вот золотой, как у этой Торелли Страйб. А у нее серебряный. Хотя он, в принципе, тоже подходит под ее курточку. Вот эти вот шипы сзади. Ну и второй маленький нюанс, который я нашла, что лишь, мне кажется, даже плюс к ее дерзкому, кошачьему образу, это лак на ногтях. А что, издалека очень даже хорошо. Ну, да и вблизи не хуже. Далее кукла Вейперин Гаргон. А вот эта версия мне нравится больше всего, потому что у нее сильно закручены волосы. Так закрутили, что аж вообще. А еще у нее ровная печать глаз. Так что я уверена, просто ее надо хватать, эту куклу. Просто торопитесь за ней. Следующая куколка, это Клодия или же Клавдия Вульф. У нее даже пристрелян Алькоффин к ее руке. Немуханное состояние, просто обалденское. Ее прядки чудно и красиво залачены. И хвост собран вот в такие вот кудряшки. Ее мы положим рядом с Вейперин из коллекции Страх Камера Мотор. И начнем с вами рассматривать кукол дальше. Далее тут следует Пурсифона с Мяулодией. Две кошечки-сестрички. И у кошечек явные проблемы с передними прядями. К сожалению, выпуски достаточно старые, поэтому шарниры самого первого типа. Но зато желанные куклы. Так. О, как там много еще кукол. Вау. Давайте посмотрим, что находится тут. Итак, это мини-шкафчик для Apple White из серии Getting Ferris, то есть наведения красоты. Пока что все предметы и мебель, аксессуары будем класть в центр, пока это место свободно. Также тут лежит вот так вот, рядышком с краешком, мотоцикл, Пурсифоны и Мелодии. То есть мы можем уже догадаться, какие куколки лежат там. Кстати, этого набора у меня нет в открытом виде. И теперь появился. Далее следует Венера Макфайтрап. Ее волосы можно расчесать, и это не проблема, потому что они такие вот достаточно грязные на ощупь. То есть тяжелые. Тяжелые, да. А дальше пацанчик. И это Дьюс Гаргон базовый, который шел вместе с Клео Денил. У него даже все аксессуары есть. Это впечатляет. Очки, да, очки. Следующая куколка это Эшлин Элла базовая. Где же ее Хантер Хансман? Ну, про нее особо-то тоже нечего говорить. Разве что вот кольцо присутствует, никуда не потерялось и не исчезло, не пропало. Это шикарно, конечно. А прическа в отличном состоянии. Класс. Третья, уже третья жесть. Ребекка Стим. Ой, много, много, много красавиц. Надеюсь, они уйдут в добрые и хорошие руки. У этой вообще самая прекрасная печать из всех, которые я только видела. Итак, куколка из Эвер Афтер Хай. Она моя любимца. Одна из, вернее, можно так сказать. Это базовая Мэдлин Хэттер. У нее есть колечко на пальчике и также сумка. Вот только непонятно, где она потеряла свой ободок. И мне нравится очень, что у нее завиты волосы. Потому что такой драшки это очень мило. Но все-таки мне почему-то кажется, что эта кукла выглядит эффектнее в коробке. Поэтому она у меня всегда была в коробке. И я никогда ее не распаковывала. А тут прям выдался такой случай. И печать класс хорошая, и аутфит неплохой. То есть такой вот не то, что качественный шит. Это понятное дело, что у всех у них хорошее качество. А я вот сейчас именно говорю про то, что он как бы не испортился. А еще постоянно осыпаются ее блестки. Так что в коробке она, конечно, лучше выглядит. Потому что у меня опять эти тренинги просто в блестках. Еще одна эверяшка это Китти Чшир. Кстати, на нее я делала перевоплощение. И если так подумать, это было год назад. Как же быстро летит время. Сколько всего изменилось. Но хотя, что изменилось. В общем, изменилось. Китти Чшир с колечком на пальчике. Она, значит, вот так вот держится. И еще у нее грузики принимают разные позы. Вот я и сделала сейчас окей. Также эверяшка у нее пережата немножко чем-то лицом. Хотя это не так и заметно. Может, это мне показалось. Потому что уже 12 часов. И мне кажется, у меня начинает мерещиться. У нее приятные гладкие волосы. И она из коллекции Трон Каминг выходила с набором, плейсетом в форме книги. Домик там был. Так, давайте с вами перейдем к мастеряшке. И следующая кукла это базовая Спектра Вендергейст. У нее один глаз куда-то смотрит наверх. А другой глаз куда-то смотрит вбок. И это немножко крипи. А еще волосы у нее такие пышные, как у Эйнштейна. И создается такой немножко образ сумасшедшего привидения. Повернутого на науке. О, как хорошо она выглядит рядом с Китти Чешир и с Брайер Бьюти. Такие прям фиолетовые девчонки. На заметку. Следующая кукла это Решель Гойл. У нее, к большому сожалению, явная проблема с печатью глаз. Один хорошо, прям шикарно напечатан, ровно, прям вот как хотелось бы и как надо. А другой почему-то как-то скосил наверх. Это печально. При том, что я очень люблю Решель Гойл и ее волосы. Этот цвет. Глаза, конечно, разбегаются, но все кулки упакованы вот в такие вот бумажные штуки. Очень похожие на фольгу. Это пацан из коллекции Хаунтед, то есть призрачно. Это Портер Гейз. Вот такой вот красавчик-призрак. Фу, летающий. Он весь зелененький и у него необычное тело. А еще мне нравятся его ботиночки, потому что они полупрозрачные. Так, как мы видим, уже внешний ряд полностью забит и кукол уже никак нельзя расположить. Поэтому давайте будем класть как-то друг на друга, ребят. Да, получается так выходит. Далее лежат две куклы. Одна из Эмонстр Хай, другая из Эвер Афтер. И они находятся рядом и очень похожи друг на друга из-за своего цвета. В первую же очередь у них одинаковый скин-тон. А во-вторых, стилистика и цвет одежды очень похожи друг с другом. Первая куколка это Сидр Вуд или же Кедра из базовой коллекции. Хочется обратить внимание, что она первой волы, а это очень ценно. У нее есть даже и колечко на пальчике, которое всегда теряется. Это очень важно, прям супер-мега-класс. Также печать глаз у нее невероятно шикарная. Все в отличнейшем состоянии. А прошивка у куклы, как и полагается куклам базовым, ну невероятно шикарная. Такое хорошее, как на волос. Положим ее рядом с портером. И давайте с вами наконец рассмотрим монстряшку. Это куколка Клодин Вульф, тоже из базовой коллекции, как и Сидр Вуд. Но могу отметить, что она не первой волны, а перевыпуск. Но не тот перевыпуск, который самый последний, а что-то середина, в общем. Когда выпущена была в новой коробке. Но все-таки кукла, отличающаяся только шарнирами. Да, я заглянула к ней под юбку, извините. И отличающаяся также печатью глаз. И, если честно, у меня сейчас случайно на ногу отлетел ее локон. Нормально. Будем считать, что вы этого не заметили. Так, давайте с вами посмотрим, что еще тут есть. И следующая кукла. Итак, это катастрофа. Да, ее, конечно, узнаешь. Впрочем, всех узнаешь. Но катастрофу особенно, потому что у нее такой яркий скин-тон и также шикарный аутфит. Это такой вот комбинезон в супергеройской тематике. А ее маска. Можно снимать и обратно надевать на нее. Кстати, печать глаз у нее шикарная. Далее куколка из Эвер Афтер Хай. Это... Сирис Худ. И она тоже первой волны, как и Хидр Вуд. Что очень ценится для Эвер Афтер Хай Лавер. У нее колечко на пальчике присутствует и никуда не слетело. Вот так вот аккуратно зацеплено резиночкой. Также сумка на резинке держится. Волосы тоже на резинках аккуратненько пристрелены к ее рукам. Челка не растрепана, прическа в отличном состоянии. Кстати, хочу отметить, что Сирис Худ это одна из первых куколок Эвер Афтер Хай, открытых в моей коллекции. Так что она для меня особо значима. И почему именно ее выбрала я для первого обзора, я, если честно, до сих пор не знаю. Но как-то она мне приглянулась с первого же взгляда на нее. Следующая кукла это эксклюзив из Монстр Хай. На данный момент эта кукла стала уже раритетом и выпускалась она с наборчиком, с кроватью. И сейчас я вам покажу одну спальную девочку. Это Клодин Вульф. И у нее вот эти вот очки держатся так вот миленько на глазах. Боже мой, у нее просто очень классные волосы. И это нельзя передать словами, потому что они такие гладкие. Ах, мечта, просто суперские волосы. Давайте посмотрим на ее глазки. С глазами тоже все в порядке. При том, что с первыми волнами там реально... Ой, ой. А вот с шарнирами... Ну, тоже нормально, в принципе. Так вот, я так и не договорила. С первыми волнами, вот если смотреть на кукол, то у некоторых девчонок и мальчишек в том числе, реально есть маленькие проблемки с глазами. Потому что Маттел вот только что выпустил кукол и что-то, видать, не рассчитал. Но с кем не бывает, да? Ведь согласитесь. Как она хорошо сочетается рядом с директрисой Бладгут. Прям идеально гармонирует друг с другом. О, а дальше куколка, которой у меня до сих пор не было в коллекции в открытом виде. Поэтому мне очень уж интересно подержать ее сейчас будет в руках. Итак. Вау. И это Кэти Нуар из сета Гулебжетис и Лан Дум. Там выходили три девчонки, напоминаю вам. Вы Перин Гаргон, Кэти Нуар и Элизабет. То есть одни из модных учениц Школы Монстров собрались в поездку в Лондон. Или же по монструозному Лан Дум. Класс. И у нее шикарные сапожки, напоминающие мне Scarlet Screams I Love Fashion. Да, очень креативно. На самом деле платье у нее простенькое, потому что это просто обычная платьица без рукавов. Но зато какой-то нереально крутой принт флага Англии. Еее. И, кстати, он в другой расцветке. А еще волосы. Просто обалдеваю. Так приятно. Ой, красотка. Красоточка, красотулечка, красотка. В общем, молодец. Пау. Смотрим с вами дальше. Так, я уже вот так вот просто беспорядок навожу и отрываю в непонятном порядке эти листочки. Goodbye. Давайте откроем с вами Эврешку. Эврешку. Еее. Это Блонди Локс базовая. И вот Блонди Локс. И, кстати, Блонди Локс базовая. Это первая кукла, которую я открыла. Из линейки кукол Ever After High. Вы представляете? В общем, приятно. Колечко присутствует. Челочка не растрепана. И волосы также в отличном состоянии. Кстати, хочу обратить внимание, что я заметила у всех базовых Блонди Локс на переносице какой-то непонятный след. Как будто бы шрам. То есть, я не знаю, может быть, на заводе, когда Маттел производил молды Блонди Локс базовых первой волны, может быть, они что-то случайно на них положили. Или планировали сделать около левого глаза какие-нибудь очки. Ну, в общем, там какой-то нереально странненький шрам. Давайте с вами не будем о грустном. Все-таки эти такие длинные желтые волосы золотовласки компенсируют. Вот совсем малюсенький недостаток. Давайте с вами рассмотрим еще одну куклу. Это Эппл Уайт из коллекции базовой. И да, это одна из моих самых любимых кукол Эвер Афтер Хай. Потому что вы посмотрите на эти волосы. Ааа, это шикарно же. Такие локоны. И главное, они собраны в такие вот нереальные прятки. Это очень красиво выглядит. Также меня устраивает абсолютно ее лицо. Ну, правда, как устраивает. Вот так было лучше, согласитесь. Когда немножко вытянутое лицо, ей, конечно, больше идет. Ну, совсем немножко. Ну, окей. Ладно, забыли. И, в принципе, ну, шикарная кукла. Ну, что можно сказать. И вот даже есть сумочка, которая красиво открывается. А еще это платье. А далее следует монстряшка из коллекции Скармэстер. И это Кэти Нуар. Итак, давайте с вами распрямим ее волосы. Пам-пам-пам. Подождите. Вот она, красоточка. Недавно она у меня появилась в коллекции в открытом виде. И это, кстати, не хуже. У нее и шикарная печать, ровные глаза. И также мне очень нравятся ее волосы. Ну, а, собственно, больше про нее и сказать-то нечего. В общем, она пойдет учиться вместе со своими друзьями из коллекции Скармэстер. А далее у нас дискотека. Потому что следующая кукла в этой посылке это кошка. Итак, бау! Сомби шейк. Туссе, туссе. В общем, ну вы меня поняли. И да, это мелодия. И, кстати, у нее так прикольно движется тело. Как будто она танцует. Можно снимать стоп-моушены. И эта кукла значительно облегчит труд. Помимо спальни Клодинбуль в первой волне, тут еще и пришла и Лагуна Блю. Еее! Кстати, а где ее тапок и плавнички? Ммм... Странненько, странненько. А далее у нас куколка Торелей Страйп из коллекции Чирлидеры. У нее особенно нереально классная печать. Я просто помешана. Вы, наверное, сейчас думаете, что я помешана на печати глаз. Отчасти так и есть. Потому что мне приятно, когда куклы с ровной печатью, с красивыми глазками, а не такие, чтобы косые и смотрели один в ту сторону, другой в ту. Если вы тоже придерживаетесь моего мнения, то ставьте лайк под этим видео, а также подписывайтесь на канал. В общем, кошечка Торелей Страйп приветствует всех. Положим ее рядом с Торелей? Нет, 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 я не хочу. Вот так-то. Окей, а мы смотрим с вами дальше. И вот, наконец-то мы с вами достанем сейчас одну из главных героиней Школы Монстров, и это Дракулаура. И на этот раз она из коллекции Sweet Screams. Какие у нее прикольные украшения на голове. Хм, необычно, необычно. Немножко у нее потрепалась челка, а может, не так кажется. Когда ты жуткий перфекционист. Да, это тоже мило. А так у нее, ааа, какое же лакированное платье, и это очень приятно. Также у нее такие вот гольфики, носочки и шикарная платформа. Это реально обалденно смотрится. Sweet Screams это моя любимая прям куколка. А далее еще одна куколка из коллекции Сладкие Крики. И до этого момента у меня ее вообще не было в открытом виде. Ну, была в коробке, стояла так красивенько на полке. О, и я рифмоплет, оказывается. Ухи! Ну, была она в коробке и стояла на полке. Ой, нет. Ну, стояла она на полке и была у меня в коробке. Короче, ладно, проехали. В общем, это... Сейчас вам скажу... Гуля Елпс из коллекции Sweet Screams. Мм, дайте-ка я ее рассмотрю, что ли. Очень интересно. Так, так, так. Чтобы не портить ее макияж, у нее даже под очками есть такая вот специальная пластмасса. Да, класс, ну, конечно. Так, что я могу сказать про ее прошивку? С ней все хорошо. Зашибись, я бы сказала. Видно, что... Что с волосами в нее? Расчесочка так приложилась к этой кукле. Но ничего, ничего, ничего. Как говорится, положи волосы в кипяточек, и все, и будут прямые, и не проблема вообще. А аутфит у нее, конечно, ну, сногсшибательный. У нее и сетка под юбкой, так еще и такой дополнительный слой. Наконец, пояс в виде стекающей какой-то конфеты. Ну, и напоследок, мне очень нравится ее топ, который является частью платья. Он такой в черную сетку. А-а-а, а ее сумочка формует дежонка вообще какая-то. Так, еще кто-то говорит, конечно. Положим ее рядом с Дреку Лаурой, подруженьки, красавица Клодин Вольф из коллекции Полуторной Базовой. Данная подсерия называется еще Скулз Аут и включает в себя много кукол. У этой же очень хорошая печать глаз. Также ее шарниры не разболтаны, что является огромнейшим плюсом для такой девочки. Из монстряшек тут есть еще и сестричка младшая Клодин Вольф. И как вы догадались, это, конечно же, Хоулин Вольф. Она из серии Дэнс Класс, то есть танцевальный класс. И вот такие вот у нее милые хвостики. И мне особо нравится ее цвет волос. Ну, это вообще класс. Такие малиновые волосы. Кому ж не понравится, а? Еще меня забавляет ее размер обуви. Это, наверное, 32-й, что ли. Ну, в общем, настолько миниатюрная и крохотная ножка, собственно, как и сама кукла. Ну, а также я вам уже успела спейлернуть, какая же кукла тут еще лежит. Итак, это Венера Макфальдраб из коллекции Кофен Бин. Флог у нее... Все отлично. Даже на нюх проверила, понимаете? Ну, вообще... Вообще... Нюха у кукол. Так вот, Венера Кофен Бин – это еще одна девчонка, которая пополняет мою коллекцию. Так что добро пожаловать. Мы очень рады тебя видеть. Особенно другие девчонки из коллекции Кофен Бин. Дальше мне положили в эту посылку гроб. Гроб. Хорошо, что гроб не для меня, не для кого, а для Дракулауры. Потому что она дочь Дракула, ей не можно. Итак, как вы догадались, с черным юмором проблемки. И это просто кровать для Дракулауры. Короче, да. Тупая шутка, согласитесь. В общем, я сейчас что-то не могу ее открыть. Да и не за чем. Просто ее положу. О! Сейчас это будет весело смотреться, потому что эту игрушку из... Из... Nightmare Before Christmas. Я что-то забываю, короче, как называется этот фильм. Вот. Смотрите, неплохо лежит. Кажется, это не для Дракулауры было. Так. Не нужно, не нужно, не нужно, не нужно. Так, так, так. И даже баблу положили. Упс. Какое у меня сейчас лицо было. Просто искривленное. Искра, искра. Ти-ти-ти-ти. Что я делаю? О! А следующая кукла из Ever After High. Да, не будем с вами больше ля-ля-ля-ля. В общем, отвлекаться на ненужное. Давайте с вами распаковывать. Итак, это Мэдалин Хэттер из коллекции Way to Wonderland. Вот. У нее такие вот воносики. Приятненькие. Еще, конечно, ее шляпа. Она размером с ее голову даже больше. Ну, а такой масштабный аутфит. Очень красиво выглядит. На самом деле, вот я не обращала как-то внимания. Это такое коктейльное платье на ней. Мятного цвета. И наверху плащ очень красивый. Такой прям настоящий сказочный образ. Следующая кукла у нас лежит вот в таком вот бабле. Потому что это более-менее экскрузив. Она из коллекции Skull Shores. То есть побережье черепа. Это Фрэнки Штынь черно-белая. Надо было сказать, что это черно-белая Фрэнки. И все бы такие. У-у-у. Так вот. Такая вот куколка. Она является почти точной копией Фрэнки Штейн, которая выходила в наборе из коллекции Skull Shores. Но в данном случае ее тело окрашено в серый. Да и вообще все в образе черно-белого. Но согласитесь, смотрится это очень эффектно. И вы что, подумали, я сейчас влезу в камеру к вам, в гости? Пишите мне, и я приеду к вам. Так, ну и на донышке. Нет. Ну и что еще тут я вижу? Так, и следующая кукла из коллекции Skarmester. Она как раз-таки присоединяется к Эти Нуару, чтобы ей не было скучно в этой школе. Вот. Кстати, шикарно. У нее прям вообще идеально. Идеальнейшее состояние хвостик вот так вот терпится, гнется. Волосы аккуратно собраны в хвост. То есть, вообще, никаких проблем с ней нет. А следующая кукла из базовой коллекции это Дракулаура. Кстати, с ее прической однозначно маленькая проблемка. Прям вот малюсенькая-малюсенькая. Потому что ее хвостики распустились. И теперь они просто как прямые. А в принципе, знаете, мне кажется, Дракулауре даже идет. Только если бы они не были залачные, то смотрелось бы это намного аккуратнее. Сейчас же как-то в разброс все валяется. Ох-ох-ох. Конечно, я сейчас не буду говорить про детализацию. Прошлую. И сравнивать с нынешней. Давайте с вами не будем сейчас. Сейчас, сейчас. А грустно. Ну, то, что правда. Че нам? Огорчаться. Себя, вас, меня. И, в общем, все классно. Ю-ху. Следующая кукла из коллекции Freaky Fusion. То есть, безумный сплав. Или же безумные слияния. Кто как говорит. И вообще, с этим всегда проблемы с произношением. Я имею в виду название там серии, название персонажа. В общем, Клеолей. Смесь Торли-Страйп и Клеолей. То есть, две такие необычные личности в школе монстров слились единое целое. И в итоге вышел образ кошки-мунии. У нее даже на теле бинты молдированные. Ну, что сказать. Красотка. Следующая кукла теперь у меня появилась. Наконец-то в открытом виде. И это... Па-пам-пам-пам. Глум энд Блум. На монету Найт Шейд. Шикарные волосы. Лю-лю-лю-лю-лю-лю. Ой, почему я сказала лю-лю-лю-лю? Шикарные. О, у нее такие вот прикольные лозы на ногах. И главное, они отстегиваются. А это удобно. Еще, какое красивое у нее платье. Оно мне даже на чечен-то вот напоминает халатик. Когда я посмотрела вот на эту часть. Причем, японский халат. Странно. Ага, а следующее это Вандала Даблун с Призрак. Которая выпускалась так же, как и Портер и Гайз из коллекции Призрачном. И фигурировала в мультфильме Хаунтед. Вот какая у нее же все-таки большая шляпа. Очень эффектно. Очень отчаянная. Еще нога ее снимается. Итак, внимание. О, моя кукла. О, позимай. Вандала без ноги осталась. Починила куклу. О, боже. Мне пора снимать мастер-классы. Итак, вот наконец-то пацанчик. У него немножко кажется, что грязненькое личико. Почему бы и нет? Короче, это Дьюз Гаргон из коллекции Скориш. Который выпускался в такой булжетненькой маленькой коробочке. Я так сказала, как будто пою. Еще к нему шла сумка. Но на данный момент я ее пока не вижу в коробке. Кстати, не смотрите на него, потому что он вас сейчас обратит в камень. Так что не советую этого делать. Но поздно уже, ребят, все. Тут должна быть музыкальная заставочка, но мне ее лень делать. Так-так, так-так. Ох, чтобы Дьюзу не было скучно одному, тут еще и пришел Клод Вольф. Из коллекции Epic of Trouble, то есть семейка Вольфов. Итак, сумасшедшую семейку пополнил Клод. С такими вот ручками, типа я рацк, рацк, рацк. В общем, да, какой у него бархат. Настоящий оборот. Ух, по ссылке я также еще вижу Клео Денил, которая выпускалась в наборе с Дракулаурой и Гулией Елвс. Она из серии Чарлидеры. У нее еще так волосы косички, кстати, сзади заплетены. Вроде бы так не должно быть. Да, ведь не должно быть, не-не-не-не. У этого экземпляра преобладают черные пряди волос, а люрекс, он так, вкрапление чистое. Вот эти вот прядки немножечко совсем присутствуют в ее волосах. Так, ну а следующее, это добрая певица. Та-да-да! Это Каста Фирс. Кстати, у нее распущенные волосы. Ну да, в принципе, мне так нравится больше. Неплохо. По-моему, очень хорошо. И что, прическа хорошая, но... Какие у нее воланы, действительно. Поначалу, когда я взглянула, посмотрела эту куклу, у меня сразу такое чувство, что вот Каста, это все-таки какой-то злой герой. И доброго она вряд ли что сделает. Ну вот, не знаю, почему-то у меня такое мнение сложилось сразу. А потом, когда я посмотрела мультфильм, я поняла, что это все-таки было заблуждение. И на самом деле этот персонаж, эх, один из самых добрых. Ну, в общем, такая вот история от меня. А еще ее платья, именно вот эти вот блестяшки, осыпаются на мои треники. Ой, да пожалуйста. Кстати, она намного выше ростом, чем стандартные мастряшки, как Инфернил и Директриса Блатку. Поэтому, если честно, расположить ее тут достаточно сложно. Далее, спальная девчонка, это Ребекка Стим, которая выпущена была с патифоном. Но патифон куда-то затерялся, непонятно, где он находится. Вот она, бронзовая кожа. Кстати, шарниры у нее хорошо очень движутся. В ногах. Ну, вот, кстати, ноги, как у базового выпуска, не движутся. Зато шестеренки, ой, крутятся очень хорошо. А уж я и так, и так, и так. В общем, со всех сторон уже ее рассмотрела. А далее кукла, которая выпускалась со скутером. Это Гуля Елпс. Кстати, скутер еще продавался отдельно. И я даже в этом году видела его на прилавках европейских магазинов. Чего меня, конечно, удивило. Но потом я пришла и не увидела. Через неделю, типа, этого набора. Я, кстати, не знаю, почему ей сделали такую зеленую помаду, которая, как по мне, вообще не сочетается с голубыми волосами. Это какой-то муве тон, если честно. Ну, ну, что поделать, как бы, перекрашивать, сидеть тоже, конечно, можно. Но мне кажется, что это все-таки дело рук мастера. А не мое. Рукожопное. Ю-ху! А следующая девчонка из коллекции Freight's Camera Action, это актриса Элизабет. Вот такая вот фиолетовая, да, мрачноватая, на первый взгляд, девушка. Из Хантливуда. У нее на прическе так блестки валяются. Вот реально просто валяются. От Каста Фирс, скорее всего. Или же от следующей девушки, которая там лежит. Я вас заинтриговала. А-а-а. Не, не заинтриговала. Эх, жаль. В общем, это Raven Queen из коллекции Tron Coming. Кстати, я вот сейчас поняла, что это вот фата. Давайте будем ее называть так. Она очень прям схожа с Кастой Фирс. И не то, что как бы ткань, но и сама расцветка. Такая вот голубо-зелененькие блестяшки. О-о-о! Ее лицо, ну, обалденное. Просто шикарно. И волосы, и все в отличном состоянии. Так ухоженно и аккуратно лежит. Так. Так-так-так. Аккуратно смотрим. О-о-о! Ну, тут есть. Еще про что говорить. Так. И вот. Куголка Rebecca Steam из коллекции Dance Class. Лежала она как будто бы в боди. Ну, так и есть. Она в боди, конечно, да. Но ее юбочка. Вот все. Одели ее. Спокуха. Также прическа так прикольно лежит на самом деле. Так, хватит. Вы, может, не слышите, но я слышу хруст. Короче. Не-не-не, не смотрите на меня. Я не готова, не готова. Она прям очень похожа на спальную Rebecca Steam. Ну, в принципе, так она и есть. Молоды-то почти одинаковые. Если уж и не одинаковые. Нет, не одинаковые. Итак. А следующая кукла это Laguna Blue. И, как я могу отметить по коробочке, там нет гила. Ну, ничего. Одной тебе тоже будет неплохо. Посмотри, сколько друзей. Это вообще столько знакомых. В общем, я уже ненормальная. Я говорю с куклами. Также в этой посылке лежат две девчонки. И два мальчика. Так что давайте с вами смотреть. И начнем, пожалуй, с Хиза. Или же Хит Бернс. Из коллекции Classroom, который выпускался вместе с Эби Боминейбл. Итак. Фу. Где его перчатка? Ай. Мне кажется, он меня уже успел ошпарить. Еу. Нормально так Хиза с оперетой. Все, пучком. Так. Куколка. Это Джин. Джи Джи Грант. Шикарные ногти. Это просто мечта. Особенно мне нравится, как у нее движутся пальчики. А еще ее прическа не собрана в хвостик, который должен быть. Вот насколько я помню, у нее должны быть полосы собраны вот так. Но у этой не наблюдается. Ну что, не проблема. Да-да-да. Зато у нее такой высокий хвост, что он сразу загораживает остальных кукол. Итак. О, да. Сло-мо из пятерного набора. У меня как раз таки не было тоже в открытом виде. Отличная находка в этой посылке. Сейчас рассматриваю ботиночки такие, типа шипы, шипы, опасненькие, опасненькие. Еще мне, знаете, что, как нравится. Оказывается, сломо красится. Ну, ладно, я не говорю про синяки. Синяки, это да, это у каждого нормально. Но, но, голубые губы. Это тут не чисто что-то. А-а-а, и еще одна куколка. Итак, она из Сетта Вервульфа. Семейка Эппек Оф Трэбл. Итак, это Хаулин Вольф. Вот она, красотка, которая нравится многим, потому что ее волосы, во-первых, малинового цвета, также с вкраплением розовых и оранжевых прядок. И, во-вторых, это такие вот милые глазки волчонка, от которых ты сам начинаешь волей-неволей взвывать от счастья. Также мне очень нравится ее аутфит. Вот эта кофточка, а также комбинезончик. Главное, все-таки в ярких, синих, малиновых, желтых тонах. Ну, че, классно же. У-у-у, на этом посылка пуста. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Ссылку на предыдущие распаковки я обязательно оставлю в описании. Так что переходите и смотрите, чтобы не пропускать ничего интересного. Всех вас очень-очень люблю. До новых встреч в новых видео и рубриках. Be cool and crazy. Помните, что всех я вас очень-очень люблю. И прощаюсь с вами ненадолго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok